Друзья, это будет очень непростая реплика, очень тяжелая во многом для меня, потому что я буду говорить в ней о вещах, которые внушают очень серьезные опасения, очень серьезную тревогу. Дело в том, что многие из знакомых моих людей, занимающихся философией, политологией, социологией, историей, многие отмечают независимо друг от друга, независимо. Сами, каждый сам по себе приходит к такому выводу, что ситуация в современной России во многом напоминает ситуацию в царской России накануне событий 1917 года. Накануне событий 1905 года и потом уже 1917 года. И проводятся параллели, в том числе по экономическим каким-то выкладкам, по политическим выкладкам. И вот сегодня я прочел статью уважаемого мною человека, Шамиля Султанова, историка, философа, теолога, которую он опубликовал в газете «Завтра». Я честно скажу, я когда прочел эту статью, я грешным делом начал искать новости о том, что редакция газеты «Завтра» во главе с Александром Андреевичем Прохановым находится на допросе в определенных структурах. Потому что статья очень вызывающая и главный ее смысл в том, что она не просто статья рассуждения. Она статья, это статья, которая подкреплена фактажом, цифрами. И я позволю себе зачитать некоторые выдержки из этой статьи. Всю статью вы можете прочесть на сайте газеты «Завтра», по крайней мере, пока эту статью не удалили или сайт не заблочили. Эту информацию нужно доносить всеми возможными способами до людей. И эту информацию нужно прежде всего донести до тех людей во власти, кто еще сохранил, сохранил государственное мышление, сохранил возможность мыслить вперед. Чтобы, возможно, эти люди попытались исправить нынешнюю ситуацию и не допустить того, к чему она может привести. Итак, с вашего позволения. Статья Шамиля Султанова в газете «Завтра». Российская Федерация в последние четыре года стала мировым лидером в сфере социально-экономического неравенства или социальной несправедливости, уверенно обогнав Америку, Германию и Китай. В 2019 году в России, чья экономика вот уже несколько лет завязла в стагнации, а жизненный уровень большинства населения продолжает падать, стало существенно больше долларовых миллиардеров, чем в 2018 году. При этом 10% россиян контролируют 83% национального богатства. А 1% сверхбогатых – почти 60% всех материальных и финансовых активов. Такого нет ни в одной крупной экономике мира. В США, например, 1% сверхбогатых владеют лишь 35% национального богатства. Здесь я позволю себе отступить. 35% тоже достаточно много, но все-таки не так, как у нас. Российские олигархи и другие новориши держат за рубежом почти полтора триллиона долларов. Рост богатства верхних слоев российской буржуазии, чиновничества генералов и полковников силовых структур неизменно происходит на фоне перманентного объединения большинства российской нации. В 2017 году уровень бедности в России превысил показатель десятилетней давности. Если в 2007 году численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 18,8 миллиона человек, то в 2017 году таких было уже 19,3 миллиона человек, а в первом квартале 2019 года даже Росстат насчитал уже 20,9 миллиона человек, живущих ниже официального уровня бедности. По данным же некоторых российских спецслужб, ниже официального уровня бедности живут не менее 40 миллионов граждан России. Во втором квартале 2019 года у 49,6% семей, то есть половине россиян, хватало денег только на еду и одежду. У 14% есть деньги только на скудное питание, то есть де-факто они просто голодают. Растущая бедность в стране, как пишет Шамиль Султанов, главная причина падения в демографическую пропасть. В нынешней России самая низкая продолжительность и качество жизни из всех развитых европейских и азиатских стран, деградирующие системы образования и здравоохранения. В Российской Федерации свыше 40% молодых семей после рождения ребенка попадают в категорию бедных. Это значит, что когда у почти каждой второй молодой семьи появляется ребенок, он сразу по рождению превращается в бедняка. В России существует уникальное, в кавычках, в развитых странах вообще не встречается, бедность, которую называют бедностью работающего населения. В нашей стране очень много людей, которые работают, но их заработок остается на уровне минимальной оплаты труда. В 2020 году размер МРОД составлял 12 130 рублей, причем средняя заработная плата по стране была 33 000 рублей. По определению Всемирного банка есть еще такая категория граждан, которую называют экономически уязвимой. Сюда относятся люди, которые существуют менее чем на 10 долларов или 700 рублей в день. То есть это те, чей доход составляет менее 21 000 рублей. А это, между прочим, больше половины россиян. На начало 2021 года доля экономически уязвимого населения в России превышает 50%. То есть те самые экономически уязвимые люди, о которых говорит Всемирный банк, существующий на сумму менее 21 000 рублей в месяц. Население России с доходом ниже 10 долларов в день выросло до 53,7%. За последние 36 лет реальные доходы всего населения России возросли на 34%. Ну, вроде бы, возросли. Однако, как продолжает в своей статье Шамиль Султанов, в Китае за этот же период доходы, реальные доходы населения всего возросли на 831%. 34% в России, 831% в коммунистическом Китае. В Индии эти же доходы возросли на 221%, а в целом в мире на 60%. Практически в два раза больше, чем в России. По сравнению со всеми остальными упомянутыми странами, доходы населения России росли очень медленно, меньше, чем на 1% в год. То есть в два раза медленнее, чем в среднем по миру. Но даже это всего лишь средняя температура по больнице, как считает Шамиль Султанов. Вы знаете, если прочитать эту статью, то в конце Шамиль Султанов приводит очень интересный, на мой взгляд, факт, интересную цитату. Она звучит следующим образом. В контексте ведущейся большой глобальной гибридной рефлексивной войны против Российской Федерации, небезынтересно высказывание экономистов Техасского университета Гелбрейта и Приста. Вместо того, чтобы устраивать железнодорожную, авиационную и почтовую блокады, недружественное государство можно ослабить иным способом – помочь развитию экономики. Но только так, чтобы население враждебной державы как можно сильнее расслоилось по доходам. По их оценке, по оценке этих американских ученых, с 1715 года до сегодняшнего дня в 81% войн победу одержали страны, где доходы населения были распределены более равномерно, чем у противника. Мне к этому добавить больше нечего. Я настоятельно предлагаю вам, уважаемые друзья, прочитать эту статью целиком. Она пока еще размещена на сайте газеты «Завтра». И я думаю, вы во многом испытаете те же чувства, что испытал и я, когда читал эту статью.